И господин президент Путин, Владимир Владимирович, вот вы сегодня практически отказались, или вернее направили в Совет Федерации свой отказ, просили зафиксировать от права вашего введения войск на Украину. Будем надеяться, что Совет Федерации к вам прислушается, наверное, скорее всего. Но вот смотрите, что происходит на Украине. Сейчас идет бой, был сбит очередной вертолет украинской армии, погибло 9 человек, вот час тому назад. Переговоры, да, они ведутся, но украинскую сторону представляет бывший президент, и никого из нового руководства там нет. А господин Медведчук, который является модератором, чуть ли не вождь сепаратистов сейчас представляется. То есть на самом деле, насколько это, сам факт переговоров вы сказали серьезный, а результат не очень понятный. Вы сказали, сейчас вы сказали, нужны переговоры по существу. Что Россия считает переговорами по существу, и сколько времени это может занять, потому что понятно, что 7 дней и 10 дней и 5 месяцев, наверное, недостаточно. Спасибо. Теперь вторая часть вашего вопроса, касающаяся моего письма в Верхнюю Палату Российского Парламента с просьбой отменить постановление, дающее право президенту Российской Федерации применять вооруженные силы на территории Украины. Действительно, я сегодня такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано? Во-первых, с тем, что получено такое разрешение, и моя просьба дать такое разрешение была направлена в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения вооруженных сил. Как вы знаете, мы в прямом смысле для боевых действий, слава Богу, вооруженные силы не использовали. Более того, мы даже не превысили численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором. И в этом смысле президент России и не воспользовался данным ему Верхней Палатой Парламента правом. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил, мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу воли и изъявления крымчан. Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не вмешалась в процесс воли и изъявления. И чтобы не было жертв. Но с точки зрения боевого применения использования российских вооруженных сил в Крыму не состоялось. И слава Богу. Сегодня мы знаем, хоть и вот с такими сбоями, о которых я сам уже сказал, и вы сейчас упомянули, но всё-таки президент Порошенко предложил перемирие и проявил готовность к мирному процессу. На мой взгляд, и я ему об этом тоже сказал, того, что до сих пор сделано, недостаточно для того, чтобы добиться действительно выхода из кризиса. Потому что сказать только, что мы останавливаем боевые действия на семь дней, а кто за семь дней не разрушится, будет уничтожен, это не путь к миру. Но это всё-таки важный шаг в нужном направлении. Мы надеемся, что, а, будет продлено перемирие, и, б, что оно будет использовано для субстантивных переговоров. Отвечаю на ваш вопрос, что мы считаем сутью этих переговоров. Нужно не требовать разоружения, тем более у восточной части Украины, тем более, что радикальные силы в виде правого сектора и других радикалов не разоружены до сих пор, хотя многократно об этом говорили и обещали, что эти незаконные, по сути дела, формирования сложат оружие. Они оружие не сложили, даже Майдан до сих пор не освободили. Требовать в этих условиях сдача оружия со стороны ополченцев просто, на мой взгляд, бессмысленно, потому что они, вспоминая то, что произошло в Одессе, отвечают. Мы сегодня сложим оружие, а завтра на всех сожгут заживо. Но предложение перемирия и начала переговоров – это, безусловно, правильное предложение. И мы, Россия и я, как глава российского государства, хотим создать условия для этого мирного процесса. Этим обусловлено то, что я обратился в Верхнюю Палату Российского Парламента, отменить постановление на право применения вооружённых сил на Украине. Но рассчитываю на то, что мирный процесс будет развиваться в направлении решения вопросов о правах, законных правах граждан, проживающих в Восточной части. Нужно говорить об изменениях в основной закон, о том, как люди будут там жить и как они будут гарантированы в своих правах, о которых я уже сказал. Но отмена этого постановления о праве применения сил совсем не значит, что мы не намерены обращать внимание на то, что происходит. Конечно, мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине, и ту часть украинского населения, украинского народа, которые чувствуют свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствуют себя частью широкого русского мира. И мы, конечно, не только внимательно будем следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооружённые силы для этого не потребуются. Продолжение следует...